В ЕРП прокомментировали слова чувашского чиновника о зарплатах учителей. В ЕРП прокомментировали слова чувашского чиновника о зарплатах учителей. 11.9. Нижний Новгород, 11 мар. РИА Новости. Слов о Лени Педагогов в речи руководителя администрации главы Чуваши и Юрия Васильева не было, а показатели по зарплате учителей в республике выполнены по всем категориям, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального исполкома партии «Единая Россия». Ситуацию уже исчерпывающим образом прокомментировала пресс-служба администрации главы Чуваши. Слова «Лень», «Ленивые» и тому подобные в речи руководителя администрации главы Чувашской республики не звучали вообще, подчеркнули в пресс-службе регионального отделения партии. Представители пресс-службы сообщили, что, по предварительным данным Чувашстата, по итогам 2018 года целевые показатели по заработной плате педагогических работников в Чувашской республике по всем категориям выполнены. Так, средняя заработная плата педагогических работников школ составила 24 356,5 рубля или 101,3% от средней зарплаты по Чувашской республике – 24 040 рублей. Средняя зарплата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила 22 499,7 рубля или 100% от средней зарплаты в сфере общего образования. Средняя зарплата педагогических работников организации дополнительного образования детей составила 24 610,3 рубля или 100,1% от средней зарплаты учителей в Чувашии, сказали в пресс-службе. 12 января, 18.09. Посоветовавшая врачам помыть полы Владимирская чиновница разозлила соцсети. Там подчеркнули, что заработная плата конкретного педагогического работника может быть как выше, так и ниже среднего показателя заработной платы. На оплату труда учителя влияют его образование, стаж работы, квалификация, учебная нагрузка, личные достижения, в том числе наличие государственных наград или ведомственных знаков отличия, ученой степени, а также качество и результаты его труда и другие факторы, объяснили в пресс-службе регионального отделения партии. Ранее портал ch.versia.ru сообщил, что руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев объяснил маленькие зарплаты работника в бюджетной сфере ленью. Так, на внеочередной сессии Госсовета Республики он заявил, что есть учителя, которые получают мало, но они мало работают, а трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату. 2 марта, 13.45. В сети раскритиковали экс-жену бывшего депутата после слов о нищебродах. В свою очередь в пресс-службе администрации главы региона РИА Новости заявили, что информация о том, что Васильев заявил, будто педагоги мало зарабатывают из-за своей лени, не соответствует действительности. Представители пресс-службы объяснили, что на сессии Госсовета Чувашии Васильев отвечал депутату от Коммунистической партии на вопросы о невыполнении в Республике указов президента Владимира Путина по зарплатам работников в сфере образования и здравоохранения. Было озвучено, что тот, кто работает на полставке, получает меньше индикаторов, предусмотренных в указах президента. У кого нагрузка больше, тот, соответственно, больше и получает. Есть видео и аудиозаписи, которые опровергают недостоверные сведения, распространенные СМИ, добавили представители администрации главы региона.